Может нам поговорить о помощниках и автомобилях депутатов без прессы? Честно говоря, мне стыдно, когда наши депутаты-женщины, дочери, выходят из маршруток и идут в парламент пешком. Я надвигаю на глаза шапку и заезжаю на машине. Дастан Артисбекович, рассмотрите вопрос о том, чтобы мы между собой поговорили без прессы. После высказывания депутата Камчебека Челду Жбаева, интернет-пользователи запустили флешмоб. Каждый пишет о том, за что ему стыдно. А вот сам депутат говорит, что ему стыдно за журналистов, за дезинформацию. Стыдно за своих коллег, да. Они каждый день на работу ездят на маршрутках. Те, ради кого он так печется, не раз ему жаловались, что очень сложно передвигаться на общественном транспорте. Порядка 40-50 депутатов приходили ко мне, просили высказаться об этом. Почему они должны ходить пешком? Мне всерьез стыдно за них. Мне самому не нужна служебная машина. У меня есть своя. Но вот как те, кто без машины доедет до Таласа, до Нарына. Пусть служебные авто дадут тем депутатам, у которых нет своих машин. Инициативу поддержали порядка 30 парламентариев. Теперь мы хотим поднять вопрос о возврате служебных авто и помощников. Общественным транспортом пользуются всего несколько парламентариев. Это женщины. Карамату Розова, Евгения Строкова, Аида Косомалиева и Альфия Самигулина. И ничего постыдного в этом они не видят. И стыд своего коллеги не разделяют. Я смотрю на это как на обычную вещь. Мы должны добраться до работы. И ничего стыдного я в этом не вижу. Сегодня утром тоже на троллейбусе приехала. В целом я за развитие общественного транспорта. Мы все видели, что осенью, зимой у нас были проблемы со смогом. Мы должны уменьшать количество автомобилей и некачественных автомобилей и развивать общественный транспорт. Я не стыжусь. Я это делала всю жизнь. Но если вы хотите узнать по поводу того, что не против, если бы вернули машины депутатам, я не против. Потому что отсутствие машин мешает работе. Одно дело, когда ездишь с работы домой или из дома на работу, это нормально. И как бы даже общаться, встречаешь знакомых, смотришь, как живут люди. В принципе, мы никто и не отрываемся. Я где жила все время, там и живу. И на остановках постоянно встречаю все тех же знакомых своих и соседей. Напомним, депутаты отказались от служебных авто после парламентских выборов 2015 года. К этому их призывала партия Республика Атаджурд. Призывали их и активисты. Машины оставили только спикеру и двум его заместителям. Тем не менее, на стоянке Чугур-Кукинеша каждый день скапливается много машин. Это не транспорт посетителей, а самих депутатов. Сплошь дорогие внедорожники. Одна заезжает, две выезжают. Все знают, что депутаты не бедствуют. Кроме зарплаты, ежемесячно им выплачивается по 40 тысяч для расхода на транспорт, констовары и так далее. А еще раз в год каждый парламентарий получает по 35 тысяч сомов на зимние заготовки. Консервирование огурцов, помидоров и прочее варенье и соленье. В то время, как граждане живут на небольшой заработок, которым также не стыдно ездить на общественном транспорте. Стыды бывают за другое. Я стесняюсь от закона, потому что у нас не по-честному и все купленные. Переходится, когда говорят, иногда приходится говорить неправду, вот тогда мне стыдно. Стыдно? Да. От обмана, конечно. Когда я вижу, что кто-то делает неправильно, и он об этом знает, и мне тогда за него становится стыдно. Они должны стыдиться, потому что они не с народом, понимаете? А вот буквально с народом первые лица некоторых европейских государств. Это президент Австрии Александр Вандербелем. Без охраны, без служебного автомобиля. А в руках ничто иное, как ланч, чтобы подкрепиться в обеденный перерыв. И в этой стране доход на душу населения 47 тысяч долларов. А вот принцесса Дани и Мэри везет своих детей в детский сад. На велосипеде в любое время года. Королевская особа и без охраны. И да, это тоже принцесса. Принцесса Швеции. Мадлен. Не боится замарать ручки на прогулке, убираясь за своей собакой. Наш Дюгур Гугенеш за прошлый год потратил почти 763 миллиона сомов. Таковы официальные данные Министерства финансов. У депутатов остались некоторые привилегии. Например, медицинское обслуживание в спецполиклинике и больнице. Могут и отдохнуть, и полечиться в ведомственном пансионате. Анастасия Соболева, Алтамбек Канабекулу, НТС.